Всем привет! В эфире программа «Бизнес онлайн» и я, Сергей Иванов. В наших прошлых передачах мы уже не раз касались новой модели продажи рекламы по модели RTB. Настало время разобраться с первыми практически наработками в этой области. И помогут нам в этом топ-менеджеры компании «Аудиториус» Геннадий Нагорнов и Валерий Кашин. Геннадий, Валерий, привет! Привет! Добрый дождливый день! Да, замечательный день. Но мы сейчас будем говорить о том, что было практически год назад. Год назад все говорили о том, что в 2013 год будет и веком RTB, случится тот самый большой взрыв, биг-бэнк, и мир рекламы просто изменится. Но вот чего-то большого взрыва мы не увидели. Или, может быть, мы плохо смотрим? Объясните нам, что происходит сейчас с RTB. Да, всем еще раз здрасте. Значит, происходят очень замечательные вещи. То есть основой всего RTB является дата. Именно она позволяет этой технологии обладать теми уникальными преимуществами, которые в ней сокрыты. И за этот год, во-первых, рынок… Самое главное, мы упирались в клиента. То есть первый, кто не давал рынку стартовать, это клиенты. Потому что, а, у них есть коммитменты с крупными компаниями, с крупными площадками. Б, у них есть страхи, опасения. И в целом в России, не так, как на Западе, любят применять быстро что-то новое. Все очень с опаской сначала относятся и очень долго раскачиваются, в первую очередь, из-за эмоциональных своих… То есть, на самом деле, вот эта самая опаска, в первую очередь, тормозит. Я помню, что и наши гости, которые приходили и рассказывали нам об RTB, и Анна Знаменская, занимавшаяся этим делом, и Сергей Спивак, говорили о том, что именно отсутствие полноценной бигдаты и взаимной недоверии сдерживают развитие технологии RTB. На самом деле, мое мнение, что только сейчас, в общем-то, все и начинается. Причем, важно сказать, что хоть и сама технология достаточно революционная, то есть, это некий такой качественно высокий шаг после традиционных медийных закупок. Но процесс вхождения в рынок, он все-таки будет эволюционным. То есть, вряд ли будет какой-то суперреволюции, что все медийные каналы классические закупки перестанут совершать и перейдут на модель аукционной закупки. Или есть еще такая технология, которая работает на основе OpenRTB, это Private Deal. Это когда продажи прямой рекламы между площадкой и рекламодателем осуществляются тоже с помощью трейдинг-десков, что уменьшает и документооборот, и проблемы с размещениями, с согласованием и так далее. Я боюсь сейчас, что мы немножечко перегрузили нашего зрителя, который не всегда подготовлен большим количеством терминов. Предлагаю сейчас потихонечку разобраться с ними по порядку. Сначала начнем от того, что такое дата, для чего она нужна, как она собирается. Россия стала более цивилизованной в плане работы с данными. То есть, реально, есть не одна даже компания, не две, а больше, которые занимаются данными. То есть, они их получают, они их обрабатывают, подготавливают для закупки по ним рекламы и продают другим платформам. ДСП, AdService и так далее. Вот. То есть, теперь можно поговорить, откуда они берут эти данные, да, площадки. Существует много методологий всевозможных. На примере одной компании, я не буду называть ее имя, они, в общем, собирают... Это наша компания. Да, это российская компания, российская разработка на российских технологиях. Они покупают сырые данные о поведении пользователя, то есть, на каких страницах пользователь бывает. Проводят семантический анализ страниц, на которых бывал пользователь, то есть, выявляют темы страниц, какие-то ключевые слова и так далее. И на основе анализа какой-то группы страниц под каждого пользователя, они формируют его интересы, то, о чем я говорил. То есть, и интересы, и соцдемы, намерения и так далее. И в таком виде уже сформированном они продают рынку. То есть, суть бизнеса в том, что вот того поставщика данных, в принципе, понятие поставщик данных, взять сырые данные в огромном количестве, так называемые big data, о которых говорит рынок, да, понять, что значат все эти данные и вообще, что в них содержится, обработать и в обработанном виде продать... Вы используете ту же технологию, ту же методику сбора, обработки данных? Вообще, начнем с того, что мы делаем. То есть, мы, по большому счету, сами данные не обрабатываем. То есть, мы являемся агрегатором, который подключает в себя всевозможных поставщиков данных, то есть, мы покупаем уже более-менее обработанные данные в каком-то виде, не в сыром. То есть, вы являетесь в следующей ступенью. Идут сначала первичные поставщики данных, да? Нет, идут поставщики сырой даты, идут поставщики обработанной даты. Мы уже, то есть, следующий этап ближе к агентскому, скажем так. То есть, агентство не может прийти к поставщику данных и сказать, я хочу купить у тебя данные. То есть, точно она может прийти, но у нее нет никакой технологической платформы работы с ней. Да, я заказчик, и мне нужны люди, которые, предположим, с какими-то сложными характеристиками, владельцы автомобилей исключительно красного цвета, 2007 года выпуска, которые носят зеленые очки, предположим. Соответственно, такой сложный запрос я должен обращать именно тем, кто уже обрабатывает информацию на третий уровень. Вам правило? Скорее, да, потому что сложный запрос. То есть, как правило, поставщики данных, они не обладают полным перечнем данных всех. То есть, даже уже на российском рынке начало появляться разделение, кто какими данными занимается. То есть, есть данные общие поставщики данных, которые вроде бы все, но чуть-чуть говорят. Есть поставщики данных, которые занимаются конкретными вещами, например, психотип человека определяют, определяют его настроение и так далее. То есть, и по-хорошему, чтобы сделать сложный таргетинг и найти большое количество людей с этим таргетингом, нужно обращаться к компании, которая имеет все. То есть, она может взять какую-то информацию от одного, от другого, все это объединить и выдать как готовый сегмент людей с определенными параметрами для закупки. И при всем при этом, если компания имеет технологии закупки, то это получается работа в одно окно. И все данные есть, и сразу есть технология по закупке трафика. А о каком объеме обработки данных мы можем говорить? Какое количество ресурсов в Рунете охвачено? Кто является поставщиком данных на данный момент? Их 100%, 50%, 10%? О чем мы говорим? Давайте я расскажу об этом. То есть, мы сейчас работаем с разного уровня и разного типа поставщиками даты. Значит, первые данные, откуда мы берем, это к нам приходят площадки напрямую, или мы приходим в эти площадки интересные, и договоримся о том, что эта площадка будет монетизировать данные о своей аудитории. То есть, владелец автосайта, например, какого-то, может отдавать нам аудиторию, которая читает статьи или просматривает машины определенных марок. Это уже готовые данные. То есть, мы, устанавливая пиксели, иметь определенные категории на сайте, мы собираем уже данные сразу по категориям. И у себя их классифицируем, и объединяем, и взращиваем по объему. То есть, обработаны по вашей методике уже? Это на самом деле простая методика, она сразу дает прямые сегменты готовые. Когда мы ставим на сайтах, на определенных разделах, ну, например, мы заходим на сайт большого интернет-магазина, у него есть продажа книг, есть продажа бритвенных станков, есть продажа автоаксессуаров. Собственно говоря, ставя разные пиксели на эти разделы, мы понимаем, какой тематикой интересуется тот или иной пользователь. Соответственно, мы его кладем в соответствующий сегмент. И получаем от поставщика даты уже готовую сразу сегментную аудиторию. Следующий поставщик даты – это, вот сейчас совсем недавно буквально вышла статья на «Ведомостях», вышла статья на «Hobbs & Fears» о компании, которая выиграла тендер у крупных интернет-провайдеров на, так скажем, DPI-устройства. То есть, это некие черные коробочки, которые ставятся на каналы интернета. И в первую очередь они установлены с целью того, что вот сейчас вышел закон о контроле контента для несовершеннолетних. Собственно говоря, свои родители за счет этих коробочек могут ограничивать доступ своим детям на определенные ресурсы. Это уже на аппаратном уровне, да? Да. И, собственно говоря, эти же коробочки анализируют весь трафик, который через них проходит. Кроме защищенных соединений, таких как банковские оплаты всякие и так далее. Приятные с полезными, в общем. Да. И, собственно говоря, в виде весь этот поток данных мы можем видеть очень много информации полезной. Во-первых, мы можем видеть урлы и понимать, какие типы сайтов пользователь смотрит. Также в урле может вскрываться поисковый запрос, по которому он перешел из поисковика. И самое главное, это семантика страниц этих разбирается, и соответствующие пользователи кладутся в соответствующие разделы. И уже, так скажем, у нас есть отдельно сейчас партнер в Калифорнии, который помогает нам разбирать, значит, обрабатывать эти данные. И есть поставщики, которые вот этот весь поток сырой даты, raw data направляют на нас, да? Собственно говоря, объединяя две эти технологии, мы получаем уже сегментацию четкую. Вот, также у нас есть крупные интернет-магазины, да, с которыми у нас договоренность не продавать дату их конкурентам, да? Но для других любых целей мы можем ее использовать, да? Также у нас есть поставщики, приложения в соцсетях, да, всевозможные, которые также делятся с нами информацией о соцдэме. Также есть такие плагины, которые устанавливаются на сайты, и через них можно авторизоваться, да, за счет соцсетей. То есть не забивать себе там новый логин, пароль, а вот как войти там через ВКонтакте, войти через Фейсбук. Соответственно, когда они пользуются этим приложением, там есть галочка в аферте, что пользователь соглашается с тем, что он открытые данные о себе, такие как соцдэм в основном, он отдает их в открытое пользование. Насколько я знаю, вы еще собираете не только онлайн-данные, но и офлайн-дата существует, да? То есть это вот интеграция с CRM. Да, это самый, конечно, это самый тренд на Западе сейчас, сейчас все активно об этом на Западе говорят. Да, можете рассказать подробнее, что это такое и как это синхронизируется с онлайн-данными? Ну, например, есть очень интересная история, что в Штатах есть компании, специализирующие на вычленении мертвых людей из сегментов аудиторных. То есть человек в реальной жизни умер, да, чтобы он не захламлял, так скажем, аудиторные эти блоки, они вычищаются. Почему так делается? Потому что в Америке весь учет мертвых людей есть база онлайн. Соответственно, всю эту историю, в общем, по кукам, да, как-то они это связывают историю. Вот сейчас вот как раз этот вопрос больше всего стоит. Валер, продолжай. Я могу про него рассказать. То есть есть такой термин, это активация данных. То есть что это такое? Это, в общем-то, процесс связывания оффлайн-данных с онлайн-данными. То есть это сейчас достаточно сложная задача в России. На Западе есть компании, которые этим занимаются. То есть компании занимаются только лишь тем, что связывают данные онлайн с оффлайн. У нас пока в России нет, поэтому решаемся своими ресурсами. То есть как вообще это происходит и для чего это нужно? Есть, разберем на примере, есть компания, у которой есть какая-то CRM-база, которая содержит в себе много информации о пользователе. Ну, предположим, крупный бренд, который имеет интернет-магазин и в то же время имеет достаточно количество оффлайн-магазинов. То есть как, основываясь на поведении человека и покупках в оффлайне, выстраивать рекламную кампанию в онлайне с учетом этого? То есть, соответственно, задача следующая. Данные об одном и том же покупателе связать между онлайном и оффлайном. Как это нужно сделать? То есть в классических методах, которые мы сейчас практикуем, должен произойти где-то контакт человека, которого мы заранее знаем, что это за человек в интернете. Ну, на примере того же ритейлера с оффлайн-магазинами. Как это может быть? В одном из магазинов крупных ритейлеров у них происходит все следующим образом. То есть ты когда приходишь в магазин, выбираешь товар, и ты его сам же в этом магазине покупаешь через сайт. То есть много терминалов стоит. Соответственно, в этот момент, так как ты входишь в интерфейс, в сайт через Facebook, через ВКонтакте и так далее, происходит коннект с тобой. То есть они понимают, что ты в оффлайн-магазине, что ты купил там мясорубку, но они знают, что это ты ее купил, они привязали с твоим аккаунтом в Facebook, допустим, или с твоим почтовым ящиком, или с твоим мобильным телефоном. То есть в этот момент все происходит, активация данных, и мы знаем, что покупал пользователь. Скажите, пожалуйста, как монетизируется вообще сама дата, которую вы собираете? На чем вы зарабатываете? Добровольно ли вам отдают? Или, может быть, есть обходные пути? В России на текущий момент мы имеем три модели сотрудничества. То есть первое, мы с поставщиками данных, например, узких каких-то площадок, которые обладают очень качественной аудиторией, их немного, но эта аудитория прям очень вкусная. С ними мы договоримся на фиксированный CPM за их дату. То есть сколько данными их воспользовались, столько, собственно говоря, мы заплатили. Второй тип покупки данных – это revenue share, когда в стоимость клика или показа зашивается процент за использование данных, и в рамках этого процента большую часть получает поставщик, какую-то часть получаем мы, как посредник. И третья модель, когда мы покупаем весь поток сырых данных и используем свою технологию, платим фикс какой-то за этот поток, и используем свою технологию стороннюю, которая нам эти данные, собственно говоря, обрабатывает и дает сегменты. То есть вот есть три типа. Как мы их монетизируем? То есть в первую очередь сейчас монетизация происходит через наш собственный трейдинг-деск. То есть мы создали первый независимый российский трейдинг-деск, и наша задача – выдать его всем агентствам России, и чтобы они через него входили в биржу RTB, собственно говоря. Трейдинг-деск – это у вас платформа непосредственно… Это интерфейс, да, по закупке трафика через RTB. Пока только так. И, собственно говоря, там выведены уже эти данные, и ими любое агентство, любой клиент могут воспользоваться, используя их для своих откруток. Вторая история – это монетизация данных для ДСП. То есть мы можем продавать эти данные ДСП. То есть мы построили платформу Data Management Platform. То есть мы являемся на данный момент крупнейшим дата-агрегатом в России. Мы все, что возможно, практически было собрать, да, мы практически все собрали. С кое-кем еще не договорились, да, где-то политика, где-то там деньги, где-то что-то еще, но мы ставим перед собой задачу стать а-ля российским блюкай, да, то есть объединить всю дату у себя, всю российскую, которую можно купить, и чтобы и трейдинг-дески, которые будут появляться у сетевых агентств, и другие ДСП, которые будут появляться на рынке, они могли прийти к нам в одно окно, только с нами интегрироваться, собственно говоря, получить сразу всю дату, которую только у вас. А с каким количеством ДСП вы сотрудничаете сейчас? На данный момент с одним, да, это наш стратегический партнер, ДСП Хабрус. Почему? Потому что они были одни из первых на рынке, у них самый сильный предикт, и он построен на iPadWeb. Так как мы строим свои алгоритмы тоже через iPadWeb, нам очень легко интегрироваться друг к другу. А в планах никто не ограничивает вас сотрудничество? Абсолютно. Мы, наоборот, открыты и ждем качественных ДСП в России. Для чего они нам нужны? У каждой ДСП, самая отличительная особенность ДСП, это предикт, да, то есть это вот тот прогнозатор, тот искусственный интеллект, собственно говоря, который улучшает процесс закупки. И на Западе, например, у каждой ДСП, почему они, во-первых, по-разному предикты заточены, то есть у кого-то по аудиторной закупке, у кого-то под ретаргетинг, у кого-то под какой-то специфичный бизнес, у кого-то под CPA и так далее. И там как бы очень интересно подключать как раз разные ДСП и для разных целей их использовать. В России же текущая проблема заключается в том, что есть ряд ССП и есть ряд ДСП. И ДСП обладает одним и тем же инвентарем, то есть он у них у всех одинаковый. И смысла подключаться к кому-то еще нет, потому что у всех все одинаковое. У Хабруса на iPadWeb технологии, у них самый лучший предикт сейчас на рынке. Нам смысла просто нет кому-то еще. Но мы очень ждем. То есть мы сейчас общаемся активно с коллегами и уже ходит разговор о том, что ребята задумываются о том, чтобы создавать какие-то именно качественные, уникальные ДСПшки, которые будут отличаться от всего остального, то, что сейчас есть на рынке. Поэтому мы очень ждем. И также мы данные можем свои продавать другим трейдинг-дескам, другим ДСП. И самое главное, сейчас мы начинаем продавать эту дату паблишерам, для того, чтобы они могли дополнительно, а, монетизировать свои данные, б, используя тот паттет для более качественной открутки своего инвентаря, который у них есть. Какой приблизительный рынок, объем рынка… RTB? Нет, не RTB, а именно даты. В деньгах или в процентах? В деньгах. В деньгах. Вот Хоупс и Фирс недавно комментарий я давал. Мы сходимся с мнением, с несколькими еще экспертами. Примерно вот к концу года, плюс-минус, могу там на миллион на два ошибиться, на плюс-минус 5 миллионов оборота, именно выплаты поставщикам даты. Я дополню важный момент. Именно по использованию данных в RTB, потому что данные, на самом деле, это сейчас о них стали сильно говорить, но их использовали до этого. То есть, есть банки, которые делают скоринг по данным, причем он не один в России, они покупают данные. Есть компании, которые обрабатывают, занимаются датамайнингом внутри, как-то их тоже используют для чего-то. Для вас дата-бизнес, он тоже в RTB одним? Не ограничивается, правильно я понимаю? Ну, пока мы свою концентрацию делаем на RTB. Естественно, у нас есть и какие-то кейсы, когда мы вне эти данные использовали, и это, возможно, вариант дальнейшего развития, но мы выбрали сейчас узкую нишу, это, в общем-то, использование в RTB и получение от этого какого-то дохода. И польза рекламодателя, дохода нам и дохода рынку, всему остальному. Да, мы вообще задачу перед собой поставили следующую. То есть, мы, когда начали, вообще на нас эта история с RTB вышла, мы в нее очень свято поверили, да, и загорелись с ней. И с каждым днем, когда вот мы ее пушим на рынке, мы все больше и больше в нее верим, мы все больше и больше в нее влюбляемся каждый день, потому что мы видим, что это работает. Да, то есть, на текущий момент мы не любим e-commerce, и мы это открыто заявляем, потому что e-commerce нужны низкие CPO. Низкие CPO при текущей дате, при текущем RTB, вот как все сейчас это складывается, он невозможен, да, то есть, обычно получается в два раза дороже. Кто-то продолжает размещение, видя, что как бы оптимизация определенная идет, что-то происходит, заказы происходят, для кого-то это дорого, да. Но ритейлеры, они сами виноваты в первую очередь, да, своими демпинговыми ценами, постоянными акциями, обвалами и так далее. И они со своей стороны начинают пушить, как бы продавцов трафика тоже, давайте нам все дешево, да, то есть, это такая как бы маховика общая, в которую мы в том числе попали. Вот в ближайшее время, каковы перспективы, что изменится в технологиях сбора даты, сбора, продажи даты, вообще во всем рынке и инфраструктуре? У вас есть какое-то видение? Куда вы идете? Мое мнение, что рынок данных, он только сейчас начал развиваться. То есть, к чему он придет? Во-первых, придет на российском рынке все-таки данных достаточно, ну, относительно, их достаточно уже, но относительно мало по сравнению с Западом. То есть, на Западе есть множество компаний с какими-то специализациями. Например, есть компании, которые занимаются только бизнес-данными, то есть, B2B. Они знают там размер компаний. У нас такой специализации практически нет. Нету, да, то есть, таких компаний нет. То есть, вот вектор развития – это увеличение вообще в принципе объема данных, доступных на рынке, и уже, наверное, какая-то вектор у каждой компании будет какой-то свой вектор. То есть, кто-то будет бизнес-данными заниматься, кто-то будет данными для e-commerce заниматься, почему нет, кто-то данные для интересов. То есть, таких универсальных агрегаторов не будет? Или, скажем, будет разделение? Одни будут агрегаторами, другие будут уже аналитическими центрами и, собственно, консультационные услуги стратегические, да? Правильно? Опять же, то есть, мы не только являемся агрегаторами, это важно сказать. То есть, что мы делаем еще с данными? Так как у нас полнота достаточно высокая, мы получаем от многих поставщиков, суть платформы, в принципе, не просто собирать данные, но мы эти данные, а, нормализуем, б, мы их вычищаем, пример с вычищением. Три поставщика данных, два сказали, что это девочка одного человека, третий сказал, что это мальчик. То есть, мы точно понимаем, кто же это, мальчик или девочка. Или, например, один сказал, что это мальчик, третий девочка, четвертый ребенок. Соответственно, данные не точны, мы этого человека просто из сегмента выкидываем, потому что мы не знаем, кто этот человек, мы на него не показываем рекламу. То есть, это наша задача. Дополняем данные, очищаем и нормализуем. Мы даем уже, то есть, тот запрос, который вы сказали, красная машина, зеленые очки и так далее. То есть, запрос сложный, и надо много источников собрать, сделать какие-то выводы, уже выдать для таргетинга. То есть, вот одна из концепций наших. Это, в общем-то, и есть принцип ДМП, Data Management Platform. У нас на рынке очень интересная вещь сложилась про Data Management Platform и название всего своими именами. Я думаю, Геннадий может об этом рассказать интереснее, что нас все называют ДМП, хотя есть Data Supplier, есть ДМП, есть много кого. Но все это не имеет правильной терминологии на рынке. Ну да, то есть, мы изначально не договорились, что есть значит этот термин. То есть, так как это рынок новый, еще с терминами до конца, глубоко их никто не осознает. Все вот как бы примерно там увидели про дату, значит, ДМП там. Да, все. В классическом понимании ДМП – это платформа, которая позволяет… Вообще есть три типа ДМП, да. Первый тип ДМП – это классическое ДМП, когда клиент приходит и загружает всю свою дату, которая у него есть. С ровным видом. Ну, всю посещаемость сайта, и CRM, и так далее. CRM – то, о чем вы говорили, и мейлы. Все это аккуратненько складывает, значит, и… Разбирайтесь. И он начинает с ней работать, да, то есть, он может пересекать аудиторию, объединять. То есть, клиент занимается этим сам? Агентство обычно для клиента это делает, да. То есть, например, аудитория крупного e-коммерса, он может сделать суперточную рекламную кампанию, например, выбрать аудиторию тех людей, которые только покупали у него, не только, которые заходили, и разложить их на мальчиков, на девочек, на города, и сделать персональные баннеры для каждого, там, мальчикам синий, девочкам розовый, для каждого города свой телефон и так далее, да. То есть, и по посылу персонализировать, например, можно разобрать, что есть аудитории, которые любят спорт, любят кошек-собак, любят автомобили и так далее, соответствующие посылы им сделать, да. То есть, ДМП дает возможность загрузить свои данные, используя свет-пати, разбирать, понимать, кто твоя аудитория аудианс-аналитик, так называемый, делать, да, собирать внутренние свои сегменты и делать кампанию более персонализированной на основании вот применения всех этих знаний, да. Это первое классическое… ДМП – это вот что такое ДМП. Да, основа. Это нет никакой обработки данных, процессинга суровые и так далее. Это просто система, которая позволяет правильно анализировать, что мы имеем о человеке, объединять, смотреть, выяснять и так далее. И что ты потом дальше… Да, в этой аббревиатуре слово «менеджмент» уже присутствует. Да, там «менеджмент платформа». То есть, это то, о чем я говорил, что мы интегрируемся с западными ДСП, да. То есть, в ДМП, в принципе, нельзя купить трафик, это просто система по работе с данными. То есть, по-хорошему, данные из ДМП берутся и передается какой-либо платформе, через которую агентство хочет закупать. Это может быть любая платформа, с какой ей удобно работать. Да, да, да. Вот что такое классическое ДМП. Data Supplier. Нет, второй тип ДМП – это Data-агрегатор, да, то есть, который… Или Data Exchange, можно сказать. Data Exchange, да, когда от всех поставщиков дата собирается и делаются, как мы это называем себя, луковички, да, когда вот создается профиль и на него сверху вот этими слоями, да, накладываются его интересы, соцдемы и так далее. И система хранит все это профилями уже, да, то есть, не какими-то аудиториями, а профилями. Когда тебе кто-то нужен, ты запрашиваешь всех таких, всех таких, и начинаешь просто из базы вот это все выдергивать. Ну, и подключается Data Exchange, кто-то отдает данные, получает за это деньги, кто-то их покупает, то есть, это некий агрегатор-пункт обмена данными. То есть, допустим, технологический момент, чтобы компаниям подключиться к многим поставщикам данных – это реально большая работа, это синхронизация КУК, которая там 3 месяца может занимать, это технология интеграции, написание там софта и так далее по связи. Пришел к агрегатору, а, с ним с одним синхронизировал КУКи, б, с одним с ним один раз интегрировался, у тебя сразу есть все. То есть, это просто удобно, да, и ты ему можешь свои данные продавать, у него покупать чужие данные и так далее. Это data exchange. Есть, наверное, три. Третий тип основной – это data supplier. А насколько при возрастании роли ДМП они будут конкурировать с поисковиками? Вообще, в каких плоскостях конкуренция с поисковиками происходит? Поисковик располагает довольно-таки большой информация, которую, в общем-то, используют в своих целях, в первую очередь. Вопрос хороший. Вопрос хороший. Как конкуренция будет дальше трудно? Давай подискутируем. Давайте подискутируем. Да, давайте мы мечтаем, да, как говорили раньше. Ну, собственно говоря, как я вижу это. То есть, у нас немножко разные рынки, как я вот сейчас это чувствую, хотя могу ошибаться. Значит, мы про… Вообще, суть RTB – это смещение парадигмы размещения рекламы. То есть, от размещения на конкретных площадках в сторону покупки нужной нам аудитории, где бы она ни находилась. Границы стерлись. Все. Мы нужного человека ловим на всем просторе интернета. То есть, сейчас у нас более 1 миллиарда показов в день. Это около половины трафика всего Рунета, собственно говоря, мы охватываем практически все. И наша история про, так скажем, персонализацию больше. Про персонализированное общение за счет медийной рекламы. А задача поисковиков, мое мнение, решать потребности аудитории. То есть, аудитория на поисковики приходит с какими-то потребностями. Что-либо найти, что-либо совершить, что-либо сделать, какую-то информацию для себя получить. А наша уже задача на основании понимания, кто это аудитория, выстраивать коммуникацию со стороны бренда для клиента. Поэтому я считаю, что немножко наши рынки разные. Я дополню. То есть, во-первых, начнем с того, что поисковая система, это, пожалуй, я считаю, это крупнейшие компании, которые обладают данными о людях. Самые данные. Именно поэтому я задал этот вопрос. Но, вот что касается продажи этих данных на внешний рынок, насколько мне известно, такой практики нет. Могу предположить, почему. Во-первых, по моему мнению, первая причина в том, что поисковым системам в первую очередь важно продать свой инвентарь. Конечно. То есть, инвентарь и свой собственный инвентарь каких-то партнерских сетей. Если это Яндекс, то это РСИА. Если это Гугл, то тоже есть своя сетка. То есть, они возможно, не то, что возможно, это уже есть. В Гугле можно сделать аудиторные закупки по инвентарю Гугла. То есть, поисковые системы, скорее всего, будут использовать данные, которые они имеют, в первую очередь, для продажи в больших объемах, за большие деньги и вообще в целом. И нет никого смысла не делиться. Свой инвентарь. Потому что, если они отдают эти данные вне ДСП другим, то ДСП просто, если мы говорим об общем информпространстве, то мы видим людей везде, где они ходят. То, допустим, у Яндекса не самый дешевый трафик. Если нам Яндекс дал от человека всю информацию, нам нет смысла покупать его только на Яндексе. Мы можем купить ее, где подешевле. Например, 1 стиль. То есть, что произойдет? Объем продажи инвентаря... Аудитория – универсальная валюта, как ни бери. Не важно, где ее брать. Вот мое мнение таково. Вот Геннадий что-то хотел бы напомнить. Да. Плюс еще площадки Яндекса. Это вот свой набор площадок в РСЯ. И есть портал Яндекс, где очень много там разделов. Но люди заходят, то есть они не сидят на нем целый день. Они заходят один раз, два. Коммуникацию с ним нужно постоянно устанавливать. Может, он на каком-то там форуме про автозапчасти проводит весь день. Если мы с ним там будем организовывать эту коммуникацию, у него больше доверия будет к этой рекламе и так далее. То есть Яндекс – это, конечно, хорошо. Но это определенный замкнутый круг. А РТБ – это очень вольная, масштабная история. И как у нас будет развиваться реклама? Куда все будет двигаться? Что будет? Во-первых, автоматизация… Два параллельных игрока, два параллельных инструмента. Автоматизация процесса покупки-продаж. То есть, сегодня наши партнеры… На основе ДНП типа вашей, например, да? В принципе, глобально. То есть, не только на основе данных. Данные – это маленький элемент. Сегодня наш партнер, собственно говоря, организует вечеринку «Смерть медиапланеров». Как-то она так называется, да. И суть ее заключается в том, что сейчас все пойдет… То есть, медиапланеры начнут мутировать, эволюционировать в неких аналитиков-стратегов, которые умеют пользоваться интерфейсом этим и уметь правильно выстраивать работу с данными, по настройкам, по тюнингу за счет алгоритмов данных, процесс закупки. И как таковые планеры и байеры, они будут ходить на второй план. То есть, через какое-то время они вообще могут пропасть с рынка, потому что все будет в едином интерфейсе. Ты сможешь на основании статистики… То есть, будут нужны аналитики, в первую очередь, стратеги. И весь рынок уже на Западе, по крайней мере. То есть, в 2013 году по e-маркетер, по-моему, сайт, 20% всех медийной рекламы в Штатах будет продаваться уже автоматизированно. Да, и в России причем к этому идет. То есть, есть российские компании, которые уже, я точно знаю, получили достаточно приличные инвестиции, которые, в общем-то, делают… Они уже объединяют каналы. То есть, если мы сконцентрированы на RTB, на закупках по RTB и на данных, то есть компании, которые объединяют. То есть, и дисплей в одном месте, и RTB. Дисплей, я имею в виду прямые закупки, и контекстную рекламу подключают. То есть, это будут системы, где… Ну, как единая система управления рекламной компанией, где и аналитика, и аналитика аудитории, и постклик-аналитика, и закупка тут же, и тут же отчетность, и тут же бухгалтерия, и, в общем, тут же медиапланирование. То есть, вся вот эта инфраструктура, которая сейчас выстроена вокруг баинга, то есть целое баинговое агентство, которое баингом занимается. Да, да, да. Баинг сторона в агентствах, баинг сторона у клиентов. Все это согласовывает тучи бумаг и так далее. Вот, мне кажется, через энное количество лет вот это все должно кануть в лету, как некая вещь, которая, ну, хватит. Уже этого не нужно всего. То есть, действительно, Геннадий верно сказал, что на первое место выходит умение анализировать и планировать компанию именно стратегически правильно, исходя из парадигмы не площадки с ее аудиторией, а из парадигмы одного человека. Что мы ему должны сказать, чтобы он среагировал на посыл бренда, будь то купив что-то, будь то пойти, ну, все что угодно. Все, что мы хотим вбить в голову конкретного человека. Вбивать не надо. Давай без насилия. Вбивать! Без насилия, видимо, не обойдется. Вы сидите вот такие, вполне такие простые, спокойные передо мной, а картины, которые над нами уже вырисовываются, и у зрителей в голове, это такие дымящиеся развалины баинговых агентств, сотни толп безработных медиабейнеров, баеров. Но, правда, за этими руинами уже потихонечку выстраиваются новые замки автоматизированных систем, довольные клиенты, счастливые, собственно, площадки, которые, в общем-то, избавятся большого количества. Мне кажется, как-то так. Это же потрясающе. Вы представьте, какие возможности есть. И просто для человека, когда ему показывают только те баннеры, которые он хочет видеть. То есть, его не надоедают всплывающие поп-апы. Вы тысячный посетитель этого сайта, выиграли там. То есть, все, это все уйдет в прошлое. Вы будете, только первая мысль возникла. Вот Геннадий хочет на эту тему подробнее поговорить. Да, я просто хочу сказать про культуру использования данных. Например, в Штатах уже и в Европе, в частности, использование данных у них абсолютно легальное. То есть, ты когда заходишь на какой-либо сайт, тебе всплывает сверху окошечко аккуратненько и спрашивают. Можно? Да, можно. Мы хотим о вас собрать в этот пати дату. Мы будем ее использовать для того-то, для того-то, для того-то. Можно? И ты можешь посмотреть четко, где, как, что будет использоваться. То есть, есть специализированная система, которая занимается privacy policy, в которую ты можешь зайти и посмотреть, какая дата собрана тебе, кому она отдается, что с ней делают и так далее. Сколько на ней заработали, собственно? Ну, этого, да, он не увидит. Но, тем не менее, может в любой момент взять себя, выкинуть там из сегментов и чувствовать себя спокойно. То есть, там уже культура-то есть. Я думаю, что мы, так как мы очень долго раскачиваемся все время по всем новаторским историям, хотя наш теперь уже премьер-министр любит там вот все про технологии, про развитие и так далее, все у нас это очень медленно все равно происходит. Но через какое-то время будет культура использования этих данных. То есть, любой пользователь. Вот Штаты. То есть, мы на них смотрим, ориентируемся. Это то, как мы будем выглядеть через несколько лет. То есть, у них уже этот рынок устоялся, это эффективно, это работает, культура есть. И пользователям тоже будет от этого польза. Какая получилась тавтология? Персонализация. То есть, мужчины не будут видеть рекламу прокладок, женщины гаечных ключей и так далее. То есть, и контент на сайтах будет уже подбираться в зависимости от предпочтений. И в целом будет сейчас уже абсолютно все то, что происходит. Вот IPTV, в Штатах очень большой процент IPTV. И там уже есть IPTVRTB. То есть, когда ты зашел на сайт, посмотрел машину, ты включаешь телевизор, и тебе реклама этого же автомобиля, который ты там собирал на конструкторе. В том же цвете, за ту же цену. На телевизоре и еще 100 ритей на iPad. Абсолютно. Абсолютно, да. И вот эта персонализация уже идет, и контента в том числе. То есть, тебе делается подборка передач того, чем ты интересуешься, что тебе нравится. Вот и все. Поэтому культура придет, пугаться не нужно. И так уже мы можем на Хабре, на многих других ресурсах читать доклады директоров по IT, ФСБ и так далее, крупных организаций. Они же все говорят, ребята, успокойтесь, уже все давно все про вас знают. Все собирается, все анализируется. Телефоны всегда с нами. Я недавно осознал, что мы спим с телефонами. Надо только дать этому работать. Вот и все. Да, поэтому все это уже давно собирается. Все разговоры, телефонные, которые есть, каждый разговор оцифровывается и кладется в архив. Ничего не теряется. Поэтому, если кому-то будет нужно, абсолютно все найдут. Бояться уже этого не стоит. Там вот Лондон тот же, там вообще нет ни одного уголка, по-моему, который… Ты знаешь, что ты госсекреты тут раскрываешь? Ничего страшного. Это уже все раскрыто в интернете, понимаешь? Поэтому нужно учиться с этим работать и приводить культуру использования данных. То есть, чтобы пользователь мог посмотреть, где его даты находятся, что с ней делают, отказаться дат, чтобы его не преследовал никто. И рекламодатели могли цивильно приходить и покупать эти данные. Вот стоит еще сказать, для паблишеров, которые боятся продавать свою дату, сидят на них как курочки на яйцах. Собирается она вся и так, и без них. Они просто теряют время и не учатся с ней работать, чего-то там опасаются. Остаются в стороне от тренда. Да. Спасибо вам большое. Спасибо. Я напоминаю, это была программа «Бизнес онлайн» и я, Сергей Иванов. Оставайтесь нашим телеканалом, предлагайте темы, задавайте вопросы. Всего вам доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok